Здравствуйте, учащиеся в группе Ростова. Я выступаю здесь в качестве представительной патрультуры, но больше всего, хочется сказать, не стоит о законодательстве, а о той связи Церкви и государства на сегодняшний день. Стоит ли говорить, что юридическая связь как таковая в государстве и Церкви не так явно и ярко выражена, как связь фактическая. На сегодняшний день Церковь оказывает наибольшее влияние на тренирование, конечно же, правильных моральных и этических взглядов, взглядов духовно-нравственных у подрастающего поколения, которая, как известно, является нашей основой, основой будущей России. И если сегодня нам удастся сохранить в них то рациональное звено и донести в их взрослую жизнь правильные взгляды, это, конечно же, залог успеха и развития государства в целом. Действующее законодательство исторически вобрало в себя те запреты, которые были продиктованы запретами церковными. И я думаю, что в этом и выражается самая главная, основная связь. То, что сегодня поддерживается на законодательном уровне, тоже во многом берет свои источники из тех взглядов и нравов, которые были продиктованы церковным прокуратом. Эту связь нельзя недооценивать. И сегодня, со стороны государства, конечно же, в русской православной церкви, государство готово оказать всяческую поддержку и помощь. В частности, органы прокуратуры стоят на защите не просто даже законов, а на защите в том числе моральных устоев и нравов и на поддержании и развитии духовно-нравственного. Я думаю, что немаловажно проведение таких мероприятий, как Яна Кохоров, в частности, он присутствовал на проведении этого мероприятия в том году. И нельзя не отметить, сколько юных зрителей присутствовало там, и что каждый из них, это было очевидно, я присутствовала в зале не в форме, я присутствовала в качестве зрителя, и это было настолько ценно и важно, что каждый ребенок, присутствующий знает, знает лицо Гурия, знает то, зачем они здесь находятся и что за праздник там проводится. Я думаю, вот именно этот результат стоит отметить как один из самых важных и главных. от лица прокуратуры города выражаю желание на продолжение наиболее тесного сотрудничества, потому как прокуратура города всегда открыта для мероприятий, для выступлений и для развития, так или иначе, любого вина деятельности Русской Православной Церкви. Николай Геннадьевич лично не смог поприсутствовать на этом мероприятии в связи с тем, что он в настоящее время находится за пределами города России, но тем не менее он тоже хотел выразить свое уважение к таким мероприятиям. Я думаю, что своим небольшим докладом я выразила ту основную мысль, с которой я была направлена сюда. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам.